Имя Булата Утимуратова в качестве покупателя Альянса и Тимирбанков официально прозвучало в начале октября, когда стало известно, что Самрук Казына, который стал акционером банков в кризис, в переговоры о продаже своей доли с одним из богатейших людей страны и по совместительству нештатным советником президента Казахстана. В настоящее время проходит обсуждение официальных документов по купле-продаже этих пакетов акций. И мы ожидаем, что в течение ближайших 30 дней необходимые корпоративные решения со стороны фонда будут приняты. Вот эти банки, которые государство в кризис накачало деньгами налогоплательщиков и таким образом спасло от банкротства, стояли на продаже с 2011 года после списания части долгов перед кредиторами. Поиски покупателя велись, но неуспешно. Кому-то не нравилась цена, кому-то качество кредитного портфеля и масштаб финансовых проблем. Год назад Самру Казына вынашивал планы объединить два банка, чтобы из двух сделать одну головную боль. Две башки в одном котле не случились. Похоже, в Астане не придумали ничего лучше, чем всучить их господину Утимуратову. Ясно, не безвозмездно. Проблематика не в том, объединят или не объединят эти два банка, а сможет ли государство и Самру Казына выскочить из вот этой, прямо скажем, трясины банковской, в которую они попали, пытаясь спасти оказавшиеся в дефолте банки. Коммерческого смысла, экономического смысла в том, чтобы Булат Утимуратов купил сейчас эти два проблемных банка нет. Это чисто политические решения, это, я бы сказал так, нагрузочные решения. Насколько нагрузят миллиардера из ближайшего окружения и возможно ли это вообще, эксперты не комментируют. Другие детали переговоров и сумма сделки чата коммерческая тайна. В то же время вдруг неожиданно закипела работа судебных приставов под задолжником Альянса и Тимирбанка. Тут некоторые горячие головы даже озвучили идею сажать должников не в долговую яму, а в тюрьму.